Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейс продолжает свою программу и сегодня понедельник, 12 декабря, как всегда, как всегда в это время, по понедельникам, то есть 11 часов утра в городе Чикаго, на западном побережье Лос-Анджелес-Сан-Франциско, только 9 утра, ну и 20 часов, 8 часов вечера по московскому времени, и мы начинаем программу, которая называется «Путь йоги», автор и ведущая Анастасия Хрущинская, которая сейчас представит свою гостью. Настя, тебе слово, пожалуйста. Доброе утро, доброе утро, Миша, спасибо огромное, очень рада опять быть в эфире с моим проектом «Путь йоги», и хочу представить с огромной радостью свою гостью, она потрясающая, я имею счастье ее видеть сейчас, она классная, суперская, зовут ее Саша Синичева, Саша, привет! Привет, Настя, и привет всем, добрый вечер, добрый день! Добрый день, добрый вечер, да, у нас со всего мира люди нас слушают, поэтому мы такие, в общем, всех охватываем, да? И я буквально пару слов скажу про Сашу, и потом объявлю тему нашей программы. Саша йога-тичер и мотиватор здорового отношения к себе и к своей практике. Саша очень скромно про себя написала, когда я попросила рассказать пару слов, на самом деле она бизнесмен, она очень известный человек в Украине, она сама родом из Одессы, а сейчас она у нас в Сан-Франциско, и она совершенно не случайно в Сан-Франциско, потому что она переехала несколько месяцев назад в Сан-Франциско для того, чтобы обучиться стилю йога-флоу, который как раз зародился у нас здесь в Калифорнии, в Сан-Франциско, и вчера у Саши был экзамен, и я так понимаю, что она получила сертификацию, и это очень круто, мы ее сейчас поздравим, ура! Спасибо большое, вам действительно важно для меня! Вот, и поговорим мы сегодня, вообще тема такая, по-моему, монументальная, осознанность и продуктивность, йога на коврике и за его пределами. Я надеюсь, я правильно ее озвучила, как мы с тобой договаривались. Именно, это то, что я как раз культивирую, поэтому с удовольствием расскажу об этом. Вот, супер! Ну, естественно, поскольку у меня передача наша называется «Путь йоги», я всегда спрашиваю, а как вот личный путь йоги начался твой? Это самый такой первый вопрос. Ну, это очевидный вопрос, и я скажу так, мой путь начался, как и большинство людей, которые занимаются подолгу, это через травму. Травма является нашим самым большим учителем, к ней именно так нужно относиться, потому что она позволяет нам изменить свою жизнь, если это необходимо, если ты достаточно сильный для того, чтобы пройти через это и сделать это, и позволяет внимательнее относиться к своему телу. То есть, если у нас есть какие-то травмы, или они случаются, стоит относиться к этому именно так. Со мной случилась одна неприятная приятность в виде того, что я упала зимой в гололед и повредила колено. Я упала коленом на штырь, и у меня как бы диагнозы были не очень приятные. Естественно, только операция, как всегда говорят врачи, и это были замены, перестановки разных связок. То есть, это не очень приятная история. Но мне попался спортивный врач, который посоветовал мне хорошую реабилитацию, то есть, что можно это все потянуть, понять, как это все работает. Он мне очень хорошо объяснил. Я как сейчас помню, я пришла, у него висела картинка, там колено прям вот дотошно, в таких разноцветных картинках расписаны. Это очень одна, наверное, самая такая сложная часть нашего тела, потому что оно вращается во все стороны. То есть, у нас есть шея и колени, это две, то есть, три части тела, которые вращаются абсолютно во все стороны. Даже колено гораздо сложнее, я бы сказала. Поэтому он посоветовал реабилитацию. Я попала на класс йоги в первый раз. Это была шивананда йога. Это достаточно монотонный, медленный вид йоги, когда это подходит очень хорошо для реабилитации. Как терапевтическая, да? Да, как в терапевтических целях, да. И мне было с моим темпераментом, мне, конечно, очень сложно было это выдержать. Мне было психологически тяжело от того, что травма меня заставила обрекла на то, что я не могу двигаться самостоятельно. Это психологически очень сложно и очень важно понять, что это тоже такая школа. То есть, это нужно остановиться немножко и понять, что происходит. Я ходила где-то месяца два на йогу. И те прогнозы, которые мне предлагали, что я буду ходить с костылями где-то год и буду восстанавливаться, я через год уже, в принципе, полностью нормально ходила и даже бегала. Я начала бегать после этой травмы. После того, как я начала заниматься йогой, я еще решила еще и понять, насколько хорошо я восстановилась и попробовать побегать. Так я начала, кстати, тоже бегать. Поэтому однажды, после длительных походов на Шивананда йогу, я случайно ошиблась временем и попала на хатха-йогу. Я поняла, что йога бывает разной. Она бывает не просто скучной и монотонной, она бывает очень интенсивной. И она бывает гораздо интенсивнее, чем мы можем себе представить, и гораздо увлекательнее, интереснее, чем мы можем себе представить. И тогда я начала изучать все ее грани. И до сих пор, я даже сейчас, вот уже приехав осознанно и выбрав для себя стиль йога-флоу, я продолжаю следовать все стили. То есть я параллельно, даже находясь здесь, мне интересно раз в некоторое время пойти и на Айнгар-класс, и пойти на любой другой класс, который отличается от йога-флоу. Для чего? Для того, чтобы просто... Ну, я, во-первых, живой человек, у меня есть интерес, мне интересно исследовать себя, свое тело, свои возможности, свое отношение к практике. А также интересно просто с точки зрения расширения своего кругозора. Поэтому, да, через травму и так приходит большинство людей. На самом деле есть несколько путей, но это один из наиболее частых входов в практику, то есть через травму. А расскажи пару слов про йога-флоу, потому что, в общем, направление такое достаточно молодое, да, оно все-таки... Ну, это хорошо, что йога так развивается, но мне очень нравится это, потому что не всем действительно подходят какие-то медленные практики, да, хотя, конечно, задача йоги в целом это подготовка своего тела к медитации, в принципе. Не важно, какой ты динамической практикой занимаешься или какой-то медленной практикой, или вообще только параноямой, да, это же тоже йога. Но, тем не менее, вот интересно про йога-флоу, потому что я... Знают ли наши слушатели? Ну, в общем, давай пару слов. С удовольствием. Я как раз хотела бы рассказывать об этом людям, поэтому с удовольствием расскажу в эфире. Накинайте нас. Да, с удовольствием. Я буду буквально первой, потому что я вчера выпустилась, действительно получила сертификат. Для меня это очень важно, именно йога-флоу. Я расскажу, как я выбирала эту студию. Наверное, ну, мне посчастливилось много попутешествовать. Мы с мужем были в очень многих странах, и я... у меня есть традиция в каждом городе, где я бываю, ходить в какой-то йога-клуб, изучать какое-то новое направление, или просто после самолета элементарно почувствовать свое тело. То есть ты прилетел куда-то, я сразу ищу, где ближайшая йога-студия. Поэтому я стилей студии перепробовала достаточно много. Вся прелесть йоги в том, что не нужно знать язык страны, не обязательно, я бы сказала, потому что, первое, вы можете изучить санскрит, то есть это около 40 базовых пост, которые... всего лишь 40 названий вы изучаете, и вы можете заниматься йогой везде. Я занималась йогой в Испании, в Германии, естественно, этих языков я не знаю. Ну, не естественно, но, к сожалению, этих языков я не знаю. И когда говорят «Адхамуха шванасана» и все становятся собакамахедой вниз, то как бы понятно всем, что делать. И поэтому я выбрала эту студию не зря. Я приехала, попала в Сан-Франциско год назад, я приехала на полумарафон сюда пробежать, и я нашла студию, это, правда, было по рекомендации, но она, как факт, оказалась самая ближайшая ко мне, что было приятно. И вот когда я закончила этот класс, я поняла, что вот оно то, что я давно искала, и это то, как я практикую дома, и как бы мне хотелось это дальше давать людям. Йога-флоу – это динамичная практика. Она зародилась в Сан-Франциско под названием «Урбан Йога-флоу». Потом название «Урбан» убрали в силу каких-то лицензий, в силу каких-то юридических моментов. Наверное, в силу магазина «Урбан Аутфитерс». Кстати, это мой любимый магазин, но я не думаю, что это с этим имеет какое-то общее отношение, отношение, потому что я знаю, что есть такая студия в Питере, и она прекрасная. Я в ней внутри не была, но я знаю титчеров, которые там преподают. Прекрасная студия «Урбан Йога-флоу», поэтому если нас кто-то слушает из Питера, обязательно сходите. Это «Урбан Йога» называется студия. В чем заключается особенность этого стиля? Наверное, первое самое очевидное – это подогретая комната. Это не ход йога, не путайте, потому что ход и бекрам-йога – это достаточно горячие залы, то есть это выше температуры тела. Больше 40 градусов, по-моему, там, да? Да, то есть однозначно выше температуры тела. Да, там 40 и больше, в зависимости от студии, там плюс-минус несколько градусов есть. Йога-флоу – это температура тела. Это «heated» называется студия, то есть подогрета. Чтобы вы ощущали себя, как в Индии, но не слишком вам было жарко, вот так я бы сказала. И это позволяет вам просто расслабить немножко мышцы. Это, наверное, одна, только один из показателей. Основная цель – это чтобы вы себя психологически почувствовали там, как, говорят, как в своей тарелке, да? А когда мы себя чувствуем, как в своей тарелке? Когда мы в среде, похожей на нас, да? То есть если мы попадаем в комнату, где температура нашего тела, мы априори психологически себя там чувствуем хорошо. И нам легко вливаться в разные позы и ощущать свое тело в них, когда нас не отвлекают погодные условия, ни холодно, ни жарко. Нет никаких отвлекающих моментов. Поэтому, первое, эта студия разогрета, подогрета. Для Сан-Франциска суперактуальна. Да, правда. Главное – выходить очень осторожно и одеваться, когда выходишь с подогретой студией. Потому что, как правило, многие студенты, они пренебрегают этим правилом и выходят сразу на ветер и так далее. Ну, то есть нужно относиться с вниманием к себе, да? И второй, наверное, момент – это кульминация. То есть в каждом классе есть кульминация, так же, как и это называется пик, да? То есть пик. Нашему телу это тоже хорошо знакомо, и эмоциям тоже. То есть у всего есть тенденция к такой прелюдии, потом у нас есть такой разогрев, да? Потом у нас есть такой трамплин, скажем так, да? Когда мы нарабатываем энергию в процессе практики. И у нас есть какая-то пиковая поза, потому что занятие может отличаться друг от друга, но динамика всегда одинакова. То есть после пика у нас, естественно, идет спад по логике, да? И мы завершаем спокойным состоянием. Естественно, это самое главное правило, как и, наверное, везде. В каждой практике мы заканчиваем нашу практику шавасаной. И вне зависимости от того, как интенсивно мы работаем, мы всегда заканчиваем шавасаной. Здесь прелесть всей шавасаны в том, что это как раз после спада самое такое завершение, и вы можете почувствовать всю прелесть, все цветы, все плоды вашей практики, шавасане полностью, то есть во всех смыслах, да? То есть и телом, и душой, и психологически, и эмоционально. И это мне действительно очень понравилось. Это меня задело заживое, когда я попала в Сан-Франциско на тот класс. И пик не всегда одинаковый. Титчер выбирает, как правило, свою тактику, свои любимые асаны, или, возможно, даже это может быть асана плюс психологический контекст. То есть во время всей практики мы разговариваем со студентами о том, какие они трудности, это challenges, сложно перевести на русский, да, то есть это с теми интересными трудностями, с которыми они сталкиваются во время практики, и всегда во время занятия у нас идет некая психологическая еще линия параллельно с практикой. То есть мы работаем телом и проживаем этот опыт у себя в душе, в голове для того, чтобы полностью быть погруженным в практику. Это мне понравилось, наверное, больше всего. И третье, конечно же, это атмосфера этой студии. Мы всегда ходим на йогу на людей и с людьми. Мне нравится в йоге то, что мы находимся всегда в себе, правда, то есть мы ограничиваем себя рамками коврика. Это очень приятно. То есть многие люди ходят на йогу для того, чтобы просто быть наедине с собой, правда? То есть мы стараемся не выходить за коврик никогда, и никто не входит в наше личное пространство. Мы это знаем, поэтому мы чувствуем себя в безопасности. Здесь всегда до йоги и после йоги и сами титчеры очень хорошо подобраны, руководитель студии. Это человек, который очень долго был в дживамукте йоги. Есть такой стиль. Он нью-йоркский считается, потому что там основная студия находится в headquarters в Нью-Йорке. И Шеннон Ганон и Дэвид Лайф основали ее около 10 лет назад. Я думаю, может, даже больше. И Кейтлин Хоум, которая основала йога-флоу в Сан-Франциско, это один из самых первых последователей дживамукте йоги. И дживамукте йога стиль очень сильно прослеживается в практике йога-флоу. Но йога-флоу имеет, наверное, две такие самые отличительные черты. Это подогретую комнату и это пиковая поза либо кульминация. Также мне очень нравится то, что используется современная музыка в йоге. Ну, так же, как и в дживамукте, так же и здесь. Делаются плейлисты. Вы можете на Spotify найти йога-флоу. Там есть доступные бесплатные плейлисты, под которые вы можете попробовать позаниматься самостоятельно. И я тоже сейчас буду составлять это часть моей работы, часть моей практики. Составлять эти плейлисты. Я скажу честно, что за последние три месяца было столько много учебы, информации, что просто у меня не было возможности их составлять. Взрыв мозга. Да, я обещаю, вот, я даже сейчас, пообещав слушателям, смогу это сделать уже однозначно, то есть намеренно и осознанно. Поэтому я обещаю выложить на Spotify под своим именем Саша Синячева, Александра Синячева, можно будет найти плейлисты. С удовольствием поделюсь. Очень круто. Вообще очень интересно. На самом деле, вот ты рассказывала сейчас, у меня прям ощущение было, что это... Действительно, мы живем сейчас в современном мире, и все меняется. И, конечно, мы... Наша действительность, она приспосабливается под течение жизни. И вот то, о чем ты рассказывала, как-то очень гармонично, особенно для людей, которые живут в городе, действительно такой интенсивной городской жизнью. Это вот именно то, что надо. Это, конечно, мы тут деревенские жители, у нас тут все спокойно, можно спокойно шавананда йогой заниматься. Хотя я тоже очень динамичный человек, и мне тоже такие практики очень близки. И все-таки вот осознанность и продуктивность, да, вот казалось бы, какая связь с йогой, да, вот, ну, мне вот очевидно, конечно, но все равно давай разобьем тему, потому что на самом деле это очень интересный подход, потому что если мы обратимся к классическому источнику йога с утра Патанджали, то там, собственно, всего одна асана описана, да, все эти сутры читаешь, и все, там, одна поза, вот, и все остальное, это вообще не про йогу, как бы, да, хотя называется йога с утра Патанджали. Поэтому здесь какая же связь вот именно между осознанностью и продуктивностью йогой, что нас, почему йога нас к этому приводит, потому что я думаю, что каждый современный человек, вообще, если мы хотим быть успешными, да, если мы хотим даже не успешными, наверное, это неправильное слово, мы хотим быть реализованными, мы хотим следовать желаниям души, да, то нам необходимо быть осознанными и продуктивными. И вот она йога. И что она нам дает? Я хочу оправдать тебя, что ты сказала успешный. Это успешный не перед социумом, а успешный перед самим собой. Так можно назвать, правда? Абсолютно точно, да. Да, и если все хотят быть успешными, прежде всего, для себя, и это нормально, здесь не нужно от этого стесняться или стыдиться. Я считаю, что к этому нужно стремиться, потому что стремление к личному успеху – это и есть жизнь. Вот, поэтому я начала говорить о том, что урбан-йога-флоу была названа не случайно, да, то есть урбан – это значит городской, и именно такая йога подходит больше всего для городских жителей, которые привыкли находиться в темпе в определенном, да, то есть город же обязывает нас находиться и жить в этом темпе. И я не вижу смысла этому противиться, я вижу смысл получать только от этого бонусы, да, то есть извлекать из этого пользу для себя. Я думаю, что динамичный, эстетичный вид практики нужен каждому, и если даже вы считаете, что вам подходит динамичный стиль, значит, попробуйте эстетичный, значит, вам этого, скорее всего, не хватает. Если вы любите эстетичный вид йоги, обязательно попробуйте динамичную практику. Попробуйте это, значит, не один раз, а попробуйте действительно понять, почему остальные люди этим занимаются. И, наверное, один из показателей успехов это пробовать всегда развиваться в новых направлениях, то, что у вас не получается, то, что у вас, с чем у вас сложности существуют. И когда вы преодолеваете этот барьер, это, как правило, просто психологический барьер, то вы как раз и становитесь более успешным, прежде всего, для себя, правда? Вы говорите, о, я это сделал, это классно, я молодец. И вот это и есть успех, прежде всего, для себя. Он связан напрямую с продуктивностью, потому что, если мы чувствуем себя хорошо, если мы чувствуем себя успешными, и что у нас все получается, нам хочется что-то делать еще, правда? Есть такое ощущение у меня, что это не только у меня такое, что у всех такое есть. Как правило, мои наблюдения... А все люди, я согласна. Да, мои наблюдения, работа с людьми показывает то, что все хотят быть успешными, все хотят быть продуктивными, и все осознают, что жизнь короткая, хочется сделать как можно больше. Это как раз уже определенный уровень осознанности, на самом деле, потому что не все, к сожалению, осознают это, потому что это как раз вот, когда мы приходим к тому осознанности, что жизнь короткая, и надо что-то сделать, вот это вот мы уже к чему-то пришли, это определенный этап. Да, как правило, это знают все, но использовать это на практике сложно. Я не говорю, что это очень просто, что все давайте заниматься йогой, и вообще, чего вы на диване сидите. Я прекрасно понимаю, что это очень сложно. И сделать первые шаги, как правило, сложнее всего. Именно поэтому я говорю, что по моим наблюдениям, студенты понимают связь со своей продуктивностью, со своей успешностью уже в процессе дела, в процессе практики. Вот эти первые шаги, наверное, моя самая большая задача, это помочь человеку сделать эти первые шаги. И поэтому я называю себя мотиватор, таким громким словом, потому что мне кажется, что это тот момент, когда учителя, титчеры и окружение должно наиболее благоприятно способствовать на человека, именно когда он делает эти первые шаги. Когда он их сделал, и он уже почувствовал эту взаимосвязь между успешностью и продуктивностью, то ему гораздо проще дальше самому это делать, а уже на определенном этапе вдохновлять других это делать. Поэтому, по моим понятиям, йога-тичер должен уделять как можно больше внимания новичкам и как можно больше понимать, почему они пришли, что заставит их прийти второй раз или третий и остаться. Это очень важно. И дать человеку возможность почувствовать этот успех, почувствовать успешность свою с дальнейшей своей продуктивностью. Продуктивность у каждого разная. Я не говорю о том, что только все городские жители и работники офиса должны делать йогу. Ну, конечно, они должны ее делать прежде всего. Такая же сложная работа, например, если вы мама, и вы просто сидите дома и не ходите на работу, это тоже работа. Поэтому я не буду сейчас категоризировать и говорить, что я занимаюсь только с теми, у кого ритм жизни сильно быстрый, и кто работает, например, за столом весь день или за компьютером. Конечно, это очевидно, это понятно, что наше положение тела, да, мы все представляем, когда мы весь день сидим за компьютером. Но молодые мамы, люди в возрасте, абсолютно все, я думаю, сталкиваются с такими же, на самом деле, проблемами, с такой ситуацией, когда жизнь нас обязывает находиться в энном положении. И для того, чтобы восстановить вот эту связь между собой, своим телом, своим мозгом, своими ощущениями, это все делается всеми известными практиками. Это йога, это медитация, это даже хотя бы прогулки базовые на свежем воздухе. То есть это соединение с природой, соединение с собой. Когда, вспомните ощущение, когда вы выходите после йоги, оно всем знакомо, да, многие описывают это, как будто бы я лечу на крыльях, или вспомните ощущение, когда вы пришли со свежей морозной прогулки обратно в теплый дом. Если в этот самый момент вы словите это ощущение, это лучше всего сделать, прикрыв глаза, просто дать себе секунду времени, чтобы словить, и не характеризовывать его каким-то словом, просто почувствовать, вот оно. Его даже сложно описать. Я сейчас предлагаю вам эти визуализации для того, чтобы вы могли самостоятельно дать этому оценку, этому ощущению. Для каждого оно просто будет по-разному, мы все очень разные люди, но просто представьте себе вот это ощущение, когда после новогодняя суета уже прошла, и вот вы вышли на прогулку, бесцельно просто погулять, подышать воздухом, и вы возвращаетесь домой, вы походили хорошо, даже, возможно, устали, и вот это вот ощущение, которое присутствует у тела, у души, у просто общее состояние. Мне кажется, что оно похоже на ощущение удовлетворенности, эффективности, продуктивности и довольства собой и тем, что происходит сейчас, то, что с вами, где вы находитесь, что с вами происходит. Так вот, это ощущение вроде бы нам знакомо, но очень сложно на него выйти каждый день. Ты прямо счастье описала, на самом деле. Вот это то состояние счастья, которое мы должны поймать, да, и вот научиться его удерживать, научиться к нему возвращаться. Да, очень сложно его поймать за хвост, и потому что оно такое очень неоднозначно, оно не находится, оно как бы находится все время с нами, но как бы надо уметь его поймать за хвост, потому что оно достаточно увилистое, и очень много есть разных факторов, которые мешают нам все время держать его при себе. И это жизнь, это нормально. Обязательно нужно, я считаю, что самое первое, это нужно дать себе отчет в том, что оно все-таки есть, в том, что оно находится рядом с нами, что то, ту ситуацию, которую я описала, банально прогулка или занятие йогой, или любое другое событие, которое вызывает у вас, давайте уже опишем все-таки это как слово счастье, его нужно просто уметь чувствовать, то есть это, давайте назвать это словом популярным осознанность, если мы умеем его чувствовать, то мы примерно понимаем, как его найти. Мне кажется, еще нужно добавить здесь, я прошу прощения, вот мне такая мысль пришла в голову, что очень важно как раз понять, что все вот эти действия для того, чтобы к счастью прийти, нужно потрудиться, потому что даже для того, чтобы выйти на прогулку, все равно нужно некое усилие над собой предпринять, я уже не говорю про практику, особенно ежедневную практику, потому что это рутина, это работа большая, потому что, как говорят в нашей известной пословице, пословица без труда и не вытянуть рыбку из пруда, то есть труд это просто основа, снова, опять же, Настя, ты просто, мой второй пункт буквально вырвала у меня, о май гад, я прошу прощения, ничего страшного, потому что, именно потому что, когда мы понимаем и осознаем, что его можно достичь, ну, как бы оно досягаемое, да, то есть нужно второе, понять, как его достичь, и нужно осознать, что для того, чтобы это сделать, это нужно сделать, вот именно с приставкой S, да, то есть законченное действие, то есть это действие, и когда мы понимаем, что да, это есть, что же мне надо этого делать, конечно же, следующий пункт, и я думаю, что наиболее досягаемое оно, это как раз такими практиками, я не знаю более досягаемых путей, да, то есть если говорить про счастье, то мы сразу думаем про какие-то, что нужно свернуть горы, что нужно пойти, не знаю, заработать много денег, или найти любимого человека, или семью, и так далее, это достаточно сложные процессы, которые требуют нескольких действий, как минимум, не одно, то есть череда действий и ряд действий должен произойти, а если мы сможем уловить вот это тонкое ощущение состояния, да, счастья после прогулки, к примеру, то мы поймем, что это первый шаг, то есть что нужно вот в этой череде действий для того, чтобы достичь тех больших целей, которые нас ждут впереди, и которые действительно требуют этих действий, нужно начать с чего-то малого, с первого, с шага номер один, так вот, представив людям практику именно как шаг номер один на пути к чему-то большему, мы можем уже говорить о продуктивности, мы можем говорить об успехе личном и социальном, возможно, тоже впоследствии, если это является вашей целью, но именно все по такой схеме строится, первое, это осознание того, что оно рядом, второе, это микродействие, а уже третье, это череда действий и уже какой-то больший результат, потому что продуктивность, как мы знаем, это действие, которое повторяется, правда, то есть мы не можем быть продуктивны единожды, мы можем быть продуктивны на протяжении какого-то периода, вот так мы характеризуем этот, в принципе, процесс продуктивности, поэтому делая этот шаг номер один регулярно, мы можем понять, что мы как минимум можем выйти на эту продуктивность, а уже в долгосрочной перспективе получить те самые цели, которые нас интересуют, по-моему, достаточно доступно, правда? Абсолютно доступно, да, теперь надо научиться, как это все сделать, да, на самом деле нужно научиться просто делать шаг номер один, и дальше я уже рассказывала, что после шага номер один, если вы попадаете к хорошему титчеру, который знает, может помочь, и сделать шаг номер два, потому что я уже объясняла, что, в принципе, когда ты чувствуешь это счастье, то шаг номер два сделать достаточно легко, ты уже понимаешь, что оно здесь, что оно рядом, что далеко оно не денется это счастье, и что надо делать шаг два-три, и дальше, но шаг номер один все-таки это самое сложное, поэтому приходите на йога-занятия, сделайте шаг номер один, почувствуйте вот то самое, да, ваше, я могу это назвать в словом счастья, вы можете назвать это любым другим словом, которое вы сможете охарактеризовать это только самостоятельно, и делая этот шаг несколько раз, да, для того, чтобы действительно это было продуктивным, можно уже дальше говорить о каких более высоких целях и интересных результатах, правда интересных, я наблюдала очень много историй, это очень приятно, и нет эфира для того, чтобы поделиться всеми этими историями, никогда не будет достаточно этого эфира, потому что истории многое, и вы наверняка слышали от кого-то, что йога спасала жизнь, что она помогала людям развиваться, что она помогала людям находить других не менее интересных людей и соединять их между собой, то есть это, естественно, это культура прежде всего, это культура, это наука, это культура, это стиль жизни, но даже если вы не хотите делать это стилем жизни, сделайте шаг номер один, и вы просто самостоятельно сможете понять, что это для вас, для вас это просто единоразовое действие, для вас это долгосрочная перспектива, или для вас это просто приятное времяпрепровождение вечером, то есть мне очень нравится к этому тоже относиться легко, то есть что после этого вот такую сложную цепочку действий, которая должна привлечь его, это как один из способов отношения к этому, другой способ отношения к этому, который мне очень нравится, и который тоже культивируется в йоге флоу, это просто времяпрепровождение, вспомните, как мы проводим время, все мы любим посмотреть интересный фильм, правда, что в фильме бывает завязка, кульминация, конец, только это кино происходит с вами, то есть вы приходите на ее коврик и наблюдаете, как интересный фильм, и вы можете потратить, например, субботний вечер в кинотеатре, но действие будет происходить не с вами, вы просто будете наблюдать за другими людьми, с которыми происходит все самое интересное. Появившись на занятии в субботу вечером в подогретой комнате, находясь наедине с собой на коврике, вы сможете понять и почувствовать кино, которое происходит с вами, поэтому как минимум относиться к этому можно так, что пойду-ка я интересно, что же там, что же мне, что там за кино показывают, и оно может быть достаточно интересно. У меня вопрос такой возник, вот ты рассказывала сейчас и прозвучало, что вы приходите к йога-тичеру, да, насколько важна личность учителя в йоге? Вот этот вопрос меня всегда очень интересует, потому что у кого-то идет йога, кому-то подходит, кому-то не подходит, именно можно ли йогой вообще самостоятельно заниматься, или все-таки нужно искать своего собственного учителя, то есть тот, кто даст тебе вот этот волшебный пендель, да, как сейчас модно говорить, или послужит твоей опорой, поддержкой, да, той стенкой, за которую ты уже не шагнешь, да? Да, я, это тема, на которую можно спорить, потому что люди любят на эту тему спорить, у меня на эту тему есть мнение, я с удовольствием поделюсь с ним, и это мнение мне помогло сформировать йога-студия, которой я сейчас занималась, потому что я знала ответ на этот вопрос, но не могла его сформулировать, мне посчастливилось познакомиться с женщиной, которой достаточно много уже лет, я думаю, за 60, ее можно найти в интернете, ее зовут ВАХ, ВАХ, восклицательный знак, это имя ее в паспорте точно такое же, она шутила по этому поводу, показывала нам паспорт, это человек, который занимается медитацией около 40 лет в своей практике, то есть 40 лет подряд, она ездит по разным, ну, она в Америке находится, поэтому она в основном по Америке ездит, и она делает медитативные концерты с музыкой и так далее, и она когда-то произнесла одну фразу, которая мне во время наших занятий, которая мне очень сильно запала в душу, она назвала йогой титчеров, ну, на русский переводится это как почтальоны, we are just postmates, то есть мы всего лишь люди, которые доставляют информацию, доставляют те знания, которые проходят через нас, то есть мы не можем олицетворять собой какие-то знания, как будто бы мы их придумали, или как будто бы мы что-то новое изобрели, наверное, йоги уже столько лет, что никто не будет спорить, что все, что мы сейчас делаем, это всего лишь попытки эти все знания адаптировать, но то, что это было очень много лет назад придумано людьми, или, возможно, не людьми, есть такие даже теории, то мы можем это просто доставить определенным образом, передать, объяснить, разжевать, я не знаю, все что угодно, то есть тот стиль, который выбирает йога-учитель, йога-тичер, которым он будет объяснять, это и есть стиль йоги, и те слова, которыми он это будет объяснять, это его личные слова, которые он использует, но суть одинаковая, то есть просто вам нужно найти того человека, который вам это объяснит наиболее доступным для вас образом, то есть вот бывает, вспомните, там, учителя по математике, вроде бы как он объяснял что-то, но непонятно, как это решается, непонятно, вы берете, например, какие-то дополнительные занятия, или просто обращаетесь к другу, и он вам объясняет абсолютно то же самое, но просто своими словами, и вы уже все понимаете. Ну вот так баха включилась, да. Да. Вот такое происходит и в йоге, то есть нужно уметь объяснить это таким образом, чтобы это было доступно максимальному количеству людей, да, то есть это первая задача йога-тичера, а также здесь невозможно убрать личностный фактор, который включает в себя то, чтобы объяснять это все равно, как вы можете, то есть как бы я ни старалась, например, да, выше как бы головы я тоже не прыгну, поэтому я объясняю это так, именно как доступно мне, как понятно мне, и мне же кажется, я все-таки тоже человек, да, не будем сильно возвышать, да, то есть мне кажется, что мне так было бы понятно, и, конечно, я хочу так это передать. Ну и второй момент, который мне кажется важным для йога-тичера, это поддержать, вот то, что я им наговорила, если человеку нужна это, поддержка. Я расскажу вам честно, что на йога-тичера люди не приходят на занятия для того, чтобы им объяснили, как правильно делать собаку мордой вниз, да, то есть это можно, в принципе, сделать самому, это можно сделать дома, и вы получите от этой позы не меньше пользы, просто приходят, как правило, за поддержкой, как правило, приходят за психологической поддержкой, и почему скрывать это, да, приходят, чтобы их послушали, про их проблемы, про их травмы, про их какие-то сложности, с которыми они сталкиваются, потому что сложности это у людей одинаковые, но на пути йоги очень часто можно их сгруппировать, как бы какие-то, ну, показатели, то есть можно понять, с какими сложностями человек сталкиваться, и как максимально быстро ему помочь это преодолеть, потому что я-то с этим уже столкнулся, я уже знаю, так давай я тебя научу, как это сделать с наименьшими потерями, с наименьшими сложностями, и как от этого получить больше пользы, чем ты получаешь, находясь дома на коврике. Я скажу, что люди, которые делают йогу дома, так же, как и я, например, это делаю, у меня восхищают прежде всего, то есть я считаю, что это очень хорошо, потому что человек уже, это даже не дисциплина, дисциплина сюда включена, но это уже значит, что человек успешен прежде всего перед собой, то есть уже он шаг номер один, он сделал, поэтому я, ему нужна меньше, как йога-тичер, чем тем людям, которым сложно сделать шаг номер один, именно поэтому я так выделяю вот этот вот момент, именно акцентирую на него внимание, потому что именно на этом этапе наиболее важно нам, как йога-тичерам, поддерживать, помогать, содействовать и просто быть, быть для человека, просто быть доступным, наверное, так. Ну, это очень круто. На самом деле, да, мне всегда тоже очень интересно это мнение, но все равно мне кажется, что учитель нужен даже хотя бы, вот ты очень верно заметила, потому что дать психологическую поддержку человеку, да, потому что сейчас, к сожалению, сейчас уже ситуация стала исправляться, на мой взгляд, но вот, допустим, когда я там много лет назад начинала только йогой интересоваться и заниматься, помню, еще это было в Москве, там, и в Федерацию йоги, и уже здесь, когда я первый раз здесь попала, у меня вообще был клинический шок, да, потому что, ну, я пришла на какой-то, я не разбиралась, какие там студии, куда-то пришла, а там, ну, люди что-то сделали, какие-то астаны, разбежались, да, особенно после московских практик, когда там очень были серьезные учителя, которые читали мантры, которые разговаривали, такая жесткая самодисциплина, когда там надо было ехать на урок в 5.30 утра, вот я помню, ну, это у меня просто по-другому не получалось, то есть это реальный такой челлендж, да, это реальная работа, это такая многозадачная, да, и здесь вот ты приходишь, а здесь вообще тобой не интересуется, что-то люди поделали, такой фитнес-лайт, вот, и мне, конечно, это очень пугало на первом этапе, но сейчас я смотрю, что здесь тоже в Америке меня очень радует тенденция, что стало все изменяться, и мне очень, мне кажется, что люди, европейцы, да, вот мы как люди славянской культуры, нам вообще ближе именно психологический подход, и мне кажется, именно поэтому у нас вот сейчас на территории и России, и Украины, вот именно вот эта йога, именно философское направление, оно получило намного большее развитие, чем здесь, скажем, и я даже много с индусами беседовала, они говорят, что вот, ну, русские, это просто мощь там, ну, то есть славяне, я имею в виду, и поэтому я, как ты вот это разделяешь, это мнение? Да, я полностью разделяю это мнение, потому что возьмите, пожалуйста, нашу классическую литературу и поймите, сколько у нас драмы, у нас люди привыкли как бы к драме, привыкли... Отличный пример! Да, и, ну, вот просто все мы прочитали этот огромный том «Войны и мира», и как у нас все эпично, и как у нас все или да, или нет, и Каренина, и вспомните просто все, и можно сразу понять, да, мы же воспитываемся при помощи литературы, и можно сразу понять, что драма у нас в крови, и что наши лица, людей, которые ходят по Москве в будние дни по улицам, у ездят в транспорте, не зря охарактеризованы таким вот выражением, вот, мы все знаем, что это достаточно сложные люди на подъем, русские люди, на славяне, да, что это люди, которые не склонны получать удовольствие каждый день от жизни, и даже не потому, что у них жизнь хуже, я бы не сказала, что это так, уже находясь здесь в Америке, совсем, что жизнь абсолютно одинаковая, что здесь, что там, просто отношения к жизни совершенно разные, это правда, и я даже не знаю, с чего начать, потому что здесь, я могу говорить бесконечно, это то, что мне тоже было очень интересно, вот этот контраст между йогой, как фитнесом, йогой более осознанной, да, и йогой, как философией, здесь в Америке, и у нас в Украине, потому что, я, наверное, выделю это в два пункта, чтобы было, как бы, понятно, да, то есть я люблю расслабить себя, так, чтобы было понятно. Момент номер один, это вход в следующую тему, вот шаг номер один, вот как вы думаете, где бы вам было проще сделать шаг номер один, приехать в 5.30 утра на йогу, где поют мантры, которые вы не знаете, и вам они непонятны, и сидеть перед вами человек, который вообще сильно отличается от вас, которого определенная прическа, определенные какие-то запахи там, да, и так далее, и так далее, то есть человеку, скажем так, неискушенному это понять очень сложно, поэтому вход в систему, там просто стена стоит, да, у нас, как правило, вот в наших, в Украине, по крайней мере, в России, в Москве, я тоже была на занятиях, как бы, вход в систему сложный, здесь в Америке вы пришли на йогу, там как бы вроде как и фитнес, и никто там ничего не спрашивает, и никому ничего не нужно, но вы уже на пути к соединению со своим телом, и когда вам нужно будет, и вы хотите чуть побольше об этом узнать, вообще что-то было, то вы найдете способы, как это сделать, правда, и дальше уже, а что это, а что то, а почему мантры поют, а что это значит, а почему мы дышим, а почему мы, и так далее, то есть очень-очень много всего, поэтому я, мне ближе американский подход, я считаю, что даже если вы начали делать йогу, не знаю, в каком-нибудь фитнес-зале, это не значит, что вы там и останетесь, если вам будет близка, как бы, если как бы вам будет близка вся эта, ну, как бы, философия йоги, да, и уже такой глубинный оспех. Ну, здесь рано говорить про философию, да, то есть рано говорить еще про какую-то глубину, но вы просто тронетесь поверхностью, вот, коснетесь, и это будет либо вход, либо вы просто отнесетесь к этому как фитнесу, потому что, вот я называла одну из причин, как я попала, да, через травму, вторая причина, это, как правило, люди приходят через фитнес, через тиран. Это как бы тоже не подходит в йогу, и в философию, и в дальнейшие ваши развития личности, поэтому мне нравится легкость, и мне нравится подход, давайте-ка проведем вот так вот вечер, а давайте-ка я с коллегами схожу не в бар, а на йогу, потому что у нас в славянских ресторанах такого нет, такой вот таких традиций нет, поэтому относятся вот так, да, к этому относятся, но мы будем к этому стремиться. Да, я, кстати, в принципе, наверное, повлияла немного на этот процесс в своем городе, в своей стране, и вот здесь я предлагала заниматься йогой утром, договариваясь с определенными местами, да, то есть это были там, например, какие-то интересные площадки возле моря, или, ну, то есть я договаривалась с владельцами таких мест, для того, чтобы можно было там утром позаниматься йогой, для начала, поначалу для людей это тоже был взрыв мозга, как так можно вот в баре, в котором мы вчера там возле моря, да, там какой-то клуб ночной, да, то есть, ну, по сути-то оно не отличается, отличается только тем, что в этом, в отличие от пляжа, в этом ночном клубе есть настил деревянный, и там можно делать занятия, как бы, и утром там никого нет, и давно уже все разошлись, как бы, да, и для всех, поначалу это было таким, чем-то странным, зачем же ж, как же ж вообще ж, это же, это же надо мантры петь, это же надо, ну, нет, абсолютно это не всегда, сразу надо с этого начинать, нужно просто попробовать, коснуться поверхности, если вы захотите глубже в это пойти, вы пойдете, так как это сделала я, и очень много из тех, кто ходил со мной на занятия, кто приходил утром, и я называю это вдохновляющая практика. Саш, у нас осталась буквально одна минута, уже мы близимся к концу, очень жалко, потому что мы прям так включились, в потоке супер круто получается запись, мне кажется, буквально два слова, у тебя какие дальнейшие планы, ты еще здесь останешься, в Сан-Франциско, или уже будешь сейчас возвращаться на Украину, куда дальше путешествовать? Да, хороший вопрос, потому что дальше путешествовать, это ключевая была фраза, потому что, да, я буду здесь еще несколько месяцев, у меня сейчас следующий курс, это по медитации, здесь, в Сан-Франциско, и дальше я, безусловно, буду, я не буду находиться на одном месте, я буду как можно больше достигать людей в разных точках планеты, я надеюсь, что попаду в разные места. Спасибо огромное, очень круто, если ты еще будешь у нас тут, я надеюсь, мы сможем еще договориться о беседе, потому что ты так и здорово, зажигательно рассказываешь, я думаю, что реально ты мотиватор здорового отношения к себе и к своей практике, я благодарю Александру, хочу напомнить, что у нас была сегодня в гостях Саша Синичева, Александра Синичева, йога-тичер, мотиватор здорового отношения к себе и к своей практике, и не только, вот, и она сейчас у нас здесь в Калифорнии, в Сан-Франциско, еще какое-то время останется, поэтому, друзья, если вы здесь в Берии, то вы можете воспользоваться и прийти к Саше на занятия. Еще раз, обязательно найдите ее в Инстаграме, у нее потрясающий Инстаграм, очень крутой, очень красивый и очень мотивирующий. Я благодарю Сашу за беседу, за очень интересную программу, с вами была Саша Синичева и Настя Хрущинская и программа «Путь йоги» на радио Сангейтс. Оставайтесь с нами, у нас еще сегодня очень много для вас интересного. Спасибо, Саша. Спасибо, Настя. Спасибо большое. Все счастливо, до новых встреч. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова